всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя в этом видео я хочу подробнее остановиться на изделиях из джута рассказать как постирать какие изделия как высушить и как избавиться от запаха запах бывает немножко технически и напрямую зависит от его цвета чем чище и приятнее цвет тем приятнее запах бывают более темные тона джута они пахнут как будто машинным маслом натуральный запах джута тоже специфический кому-то он нравится для кого-то неприемлем это зависит от индивидуального вашего восприятия расскажу как можно избавиться от запаха на этапе материалов то есть канат и шпагат и на этапе уже готового связанного изделия что можно сделать чтобы смягчить или притупить тот аромат который имеет непосредственно джута войне подписывайтесь на мой канал ставьте лайки все необходимые ссылки с полезными для вас видео мастер-классами и обзорами я оставляю в инфобоксе под этим видео также там оставлю ссылку на продавца производителя материалов для изготовления данных сумочек корзин и декора изделие из труда для себя я разделяю на два вида это изделие вязаные непосредственно из шпагата изделия где я обвязываю канат джутовым шпагатом они более плотные отлично держат форму и имеют характерный вид изделие без каната можно стирать стиральной машине на 30 градусов щадящим моющим средством я использую специализированное для шерсти а также без отжима или минимальным отжимом можно прогладить утюгом с паром или без пара пока еще влажная но придать ему необходимую форму джут очень податлив но после стирки имеется некоторая усадка обратите внимание это не стирано и отпаренное просто изделие это изделие после стирки она немножко уменьшилась стало плотнее большинстве случаев я стараюсь избегать стирки достаточно сухой чистки с помощью щетки местного застирания и отпаривания особенно это касается корзин где я использую канат канат машинки стирать вообще не советую можете испортить стиральную машину когда джут впитывает воду он приобретает очень значительный вес и может просто испортить вам барабан стиральной машины повторюсь еще раз джут это натуральный материал и к изделиям из джута нужно относиться очень деликатно точно так же как изделие из рафии лозы или соломы мы не стираем не замачиваем не подвергаем каким-то стрессовым ситуациям точно также нужно беречь и сумочки видео отдельное по vto отпариванию изделий я оставляю ссылку для вас сейчас здесь можете пройти и ознакомиться сумочку можно проветрить то есть устранить тот запах который имеет натуральный джут хочу повториться что волокно природное и поэтому очень хорошо впитывает и все запахи окружающей среды то есть зачастую потребуется определенное время и изделие будет пахнуть вашим домом или духами или не пахнуть вообще ничем аромата вы ощущать резкого не будете но согласно с тем что отдавать изделия на заказ с определенным запахом это просто не солидно с рекомендацией подождать когда запах уйдет поэтому я приготовила ряд изделий из которых мне нужно устранить нежелательный запах материала эта сумочка с использованием каната уже готовое изделие и сумка шоппер из шпагата она мягче без каната но точно также имеет определенный аромат я буду устранять запах из материалов это моток шпагата и джутового каната а также застираю и зафиксирую стенки корзины с помощью клея пва видео по фиксации стенок у меня есть на канале здесь для вас сейчас оставляю на него ссылку расскажу сколько займет времени полное высушивание корзины и какого эффекта мне удастся достигнуть приступим свою корзинку я хорошенько пропитала раствором с клеем пв она сейчас мокрая достаточно тяжелая и позволяет придать ей ту форму которая мне требуется после стирки и обработки я придаю корзине необходимую мне форму устанавливаю на ровную поверхность чтобы эта форма не изменялась просушить нужно очень тщательно и снутри и снаружи джу должен просохнуть на всю толщину и объем изделия в зависимости от размера изделия это может занять от суток и более для наглядности я иду на небольшую хитрость у меня уже готова очень компактная и удобная сушилка smart steam продукция данного производителя я уже пользовалась все необходимые ссылки по сбору и подготовки к работе я оставляю для вас в инфобоксе с ее помощью я просушу стираную корзину а также придам необходимый мне аромат материалом и готовым сумочкам так как есть функция ароматизации я добавляю эфирное масло мята можно добавить любое масло арома или даже духи на ваше усмотрение итак переходим непосредственно к сушке сумочки я повесила на специальные плечики оснащенные прищепкой корзину и материал разместила на пластиковом табурете который имеет отверстие и все дужки и по бокам поэтому подачу воздуха я никак не перекрыла вот так немножко мне пришлось приспособиться закрываю с помощью пульта на котором включаю устройство я регулирую интенсивность подачи воздуха три режима имеет средний сильный и легкий мид средний хай высокий также я могу отрегулировать время вот сейчас на три часа мне этого достаточно я буду проверять смотреть по ситуации если что можно добавить можно уменьшить точно так же по интенсиву но я думаю что чем интенсивнее подача воздуха тем быстрее будет достигнут эффект все жду вам ждать не придется это время я сокращу конечно и перейдем к достигнутому эффекту конечно от ароматизации я жду особого какого-то эффекта так как этот вопрос злободневный много комментариев и вопросов возникает по поводу устранения запаха с изделий поэтому сейчас мы все проверим насколько это эффективно трехчасовая программа сушилки окончена хочется сказать что корзинка высохла раньше потребовалось полтора может быть час сорок где-то и я достала ее так как периодически проверяла ее на предмет высыхания материалы и готовые изделия остались до окончания программы на ароматизации хочется сказать что сейчас джута имеет какой-то неуловимый даже непонятный аромат то ли джута то ли мяты приятно и неожиданно на самом деле не думала что будет такой эффект это как материалы впитали этот аромат так и готовые изделия сумочка приятно пахнет думаю легкий аромат мяты подержится какое-то время после чего изделия ничем пахнуть не будет в частности неприятного запаха точно здесь не осталось я довольна результатом думаю что это полезное для вас тоже было в этом обзоре подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока